Друзья, всем привет! Добро пожаловать в мой новый влог. Я намеренно его начинаю вот в таком виде, не очень презентабельным, с очень уставшим лицом в тёмном помещении на моей кухне, потому что сегодня знаменательный день. Сегодня я последний день отработала в поликлинике врачом. Там я продержалась 3,5 месяца. Это было в моей жизни, поэтому двигаемся дальше. Буду восстанавливать себя после этого увлекательного путешествия. К тому же я ещё болею. У меня опять болеет горло уже в который раз. Самое главное, что я опять свободный человек. Буду создавать себе новогоднее настроение потихонечку, приводить себя в порядок, в порядок в свою квартиру, в своё жилище, в свои мысли и всё вокруг меня, что окружает. Но для начала я этот вечер проведу так, как мне хочется. Я приготовлю свой любимый салат. Включу что-то рождественское с классным настроением, что-то очень лёгкое и просто буду наслаждаться этой жизнью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я уже немножко отошла От вчерашнего дня Даже немножечко поправилась Прям осталось совсем чуть-чуть Голос свернуть и в принципе все Сил у меня уже много, чувствую себя хорошо И сейчас собираюсь в другой центр Давно там не была Хочу зайти во-первых в Золотое Яблоко Мне там нужно прикупить Всякие штучки для волос И хочу посмотреть Блестки для глаз А так еще хочу посмотреть Подарки какие-то И возможно что-то из одежды Взяла себе вот такие Мои любимые масочки от Дарлинг Самая классная вот эта Она прям очень влажная и хорошо И еще вот такая Так, потом взяла себе попробовать Вот этот корректор от Эрбориан Зеленый Так, потом Какой-то карандаш просто для глаз Вместо подводки Вот эту помаду взяла Это вообще бальзам Так Эй, как фокусируйся Так, взяла себе вот эту помаду От Vivienne Sabo Это вообще бальзам В оттенке 0.8 Все очень ее хвалит Посмотрим И еще Вот такие блестящие тени Жидкие От Luxe Visage Мне вообще бы советовала их подружка Мой визажист Я уже, если честно, попробовала Просто нереальное свечение Тоже попозже покажу Я снова заказала свой любимый крем От Биодерма Потому что он был с огромной скидкой Из-за черной пятницы И решила, что пусть Лучше он полежит Так, и тут мой любимый консилер От Mandy Pro И еще И еще одна Одни тени жидкие от Luxe Visage За 200 рублей С невероятным сиянием Сейчас покажу даже Клощадь Горького Уже вовсю украсили К Новому году Там такая классная атмосфера И сейчас со снежком выглядит Очень даже атмосферно В седьмом классе Люк Люк Компорт Я дам вам еще немного времени, можете налить сюда чай. Во время лекции можно есть. Перед вами портрет Жанны Самари. И импрессионистов. То есть на тот момент все отверженные сплотились в единый кружок и основали такое общество импрессионистов. Но тогда они там уже долго жили на эти деньги, особенно художникам. Поэтому я и говорю, что посещение... То есть эти выставки не были коммерческими. Получается, что это такая метафора чаши терпения русского народа. Картины, которые можно будет впоследствии добавить в коллекцию. Ну, не свою, а, соответственно, в коллекцию морозов. У нас тут случился незапланированный завтрак поздний в полпятого вечера с игристом, с капучино и с авокадо-тостом, конечно же. Очень уютная атмосфера. Мы сидим в маэр. Маэр. Продолжение следует... 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 Не знаю даже, что это за такой бренд, но я как поняла, здесь что-то с углем, что-то здесь с морской солью, это получается скрабики, и это тоже скраб, скраб, а это зубная паста. У меня тут вот такая новая пластинка, это Frank Sinatra. Блин, такая атмосфера, есть теперь крутая просто и сама пластинка невероятной просто красоты, будет лежать у нее под елочкой, сама себе подарочек такой предновогодний. Так, и еще у меня здесь вот такие покупочки незапланированные случились, такая классная подставочка, под камень она выполнена, сюда хочу складывать свои украшения какие-то. Вот там вот такие приборы пришли, это свалбинцы я забрала, в золотистом цвете у меня уже такие есть, я пополнила просто комиссию. Так, следующий вот, вот такая скатерть в кипельном белом, таком прям белоснежном оттенке, очень красивая. Так, и здесь тарелочки, я их уже раскрыла, сейчас тоже покажу. В общем, вот такая красота, прям они тоже максимально классные, они в молочном цвете и такие прям тяжелые, увесистые, мне это очень сильно нравится, будет красиво сочетаться с кипельно-белой скатертью и золотыми припорами. Всем привет, я на фоне уже своей красивой елочки, вот такая вот нежная у меня, она и миниатюрная в этом году получилась, а сейчас прям в тренде вот эти бантики бархатные меня тоже никак не могли обойти стороной. Я была уверена, что они у меня будут в бордовом цвете, но потом почему-то я поняла, что бордовый не подходит к моему вот состоянию, к моей квартире тоже в целом, поэтому я сначала захотела молочные, но молочных не оказалось, я взяла нежно-розовые и получилось не совсем как у всех, но при этом тоже в тренде и так прям нежненько и миленько, мне очень понравилось. Хочу показать вам свою новинку, свою обновку, купила себе пластинку виниловую Фрэнка Синатра, очень красивая, прям мне безумно нравится как выполнен дизайн, это новая пластинка, я вообще приверженница старого винила, но это мне прям покорило сердце, причем она не очень дорогая была, я хотела вообще альбом Christmas, есть прям отдельный такой, но к сожалению его не было в магазине, но вообще музыка Фрэнка Синатра уже любая вообще его музыка, она уже в себе несет вот это новогоднее рождественское настроение, поэтому я остановилась вот на этом альбоме и это очень красиво и очень, кстати, классная музыка, я тоже уже ее успела послушать, поэтому я думаю будет отлично таким подспорьем для новогоднего моего настроения. Эту пластинку я сама себе подарила к Новому году, но знаю, что у меня под елочкой, кажется, еще одна пластинка, причем уже даже знаю какая, мне подарит ее мой муж, потому что я ее сама ему заказала, вот покажу ее уже после, потому что сейчас он мне ее не отдает. Он сейчас еще в командировке в Китае и я пыталась ее найти, несмотря на то, что у нас небольшая квартира, этого я сделать не смогла, поэтому, к сожалению, пока вам ее не покажу. Настроение такое полу новогоднее есть, почему полу, потому что я все еще болею, никак у меня, моя болезнь не отступит, уже пью треть антибиотики, вот, но уже чувствую себя гораздо лучше и понемножечку так потихонечку готовлюсь. Купила как раз посуду новую, к новогоднему столу, раскрасила свечи, увидела елку, купила пластинку с новогодней музыкой, вот, и в принципе это на самом деле очень даже помогает. Вот, я сейчас в таком тоже немножко расслабленном состоянии. Под Новый год все обычно в конце декабря суетятся, бегают, закрывают дедлайны, делают какую-то работу. У меня в этом году, наоборот, все начали на расслабоне, я все отпустила из-за своей болезни и решила немножко дать себе отдыха. Вот, и вообще хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом. Принято в это время подводить какие-то итоги и все это любят делать и зачастую на показ это делают с лучшей стороны, показывая все то лучшее, что у них случилось за этот год, где они побывали, что увидели, что сделали, какие они молодцы и это очень круто, это все супер. Но, зная по себе, иногда мы бываем в таком состоянии немножечко уязвимым и на нас это очень влияет с пагубной стороны. Поэтому я хочу сказать то, что и самой себе и тем, кто меня смотрит, то, что в нашем таком материальном сейчас мире не всегда важно подвести вот эти итоги уходящего года, особенно именно в материальном плане. То есть можно лучше вспомнить какие-то именно хорошие моменты, которые с вами произошли. Я думаю, у каждого есть, несмотря на то, какой год был хороший, плохой, у всех он разный, тем более время, в котором мы сейчас живем, оно тоже такое не самое простое. Но мне кажется, у каждого человека найдется то, за что он благодарен за этот год и этому году, за что он благодарен. Поэтому я вот считаю, что как раз таки вот это важно найти и отметить это, я имею в виду отметить у себя в голове или где-то на листочке, выписать. Потому что поблагодарить себя тоже за какие-то моменты, не обязательно материальные. Вот опять же, вот, например, взять момент со своим брендом. Я в этом году запустила свой первый комплект нижнего белья. И да, возможно, это не стало самым каким-то пока успешным проектом, не принесло мне миллионы денег. Тем более, под последнее время я на него немножечко так забила, потому что и работа была в поликлинике, и немножечко я так выгорела, приболела. Поэтому решила пока его отпустить. Но я его, во-первых, не бросаю, а во-вторых, это больше не про, опять же, материальную ценность, а про свой рост именно в плане того, что я не вывоялась это наконец-таки сделать. Потому что за всю свою жизнь у меня было миллион идей нереализованных. И вот такая первая идея, скажем так, она приобрела материальную ценность. Она нашла отклик у людей, ее заказывают, ее приобретают, людям нравится, люди пишут мне благодарные отзывы. И пускай их пока не тысячи и не миллионы, но это уже, я считаю, огромный прорыв. И так вот можно каждый пункт этого года, наверное, даже не самый успешный кейс, не самый удачный, можно из него вынести то, что подарило тебе, то, что привнесло в твою жизнь нового и возрастило тебя как личность. Поэтому не обращайте внимание на успехи других людей, на их, если вы не рады этому. Если вы умеете искренне за них порадоваться, это отлично. Если это приносит немножечко вашу душу раздрай какой-то, то не обращайте на это внимание. Переместите фокус только внутрь себя и только на себя. И вынесите свои итоги, свои победы в этом году. Я хочу в преддверии Нового года пожелать всем вам спокойствия, душевного мира, равновесия. Потому что за последнее время я поняла, насколько это важно, чтобы никакие вообще обстоятельства в жизни не могли нас как-то сломить, как-то согнуть под собой. Поэтому желаю вам, конечно же, этого. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть исполнится самая ваша заветная мечта, о которой вы даже побаиваетесь немножечко мечтать. Самое главное быть к ней готовым и верить, что она точно сможет сбыться. И просто будьте счастливы в каждый момент вашей жизни. Умейте радоваться внутренней истинной радостью. Это тоже, мне кажется, даже больше не какой-то дар, а именно умение, навык, который приобретается с течением жизни. Любите и будьте любимы! С наступающим новым 2024 годом, дорогие друзья! Итак, я вот на таком этапе подготовки к новогодней ночи. Сделала себе вот такие блестящие глаза. Не знаю, видно здесь или нет. Очень классный спаркл. Мне пришел арт-визаж. Сейчас покажу вам его. Точнее, даже два две штучки. Так, да, первый с более деликатным свечением. Вот этот с более деликатным свечением. А вот этот тридцать пятый. Просто вообще шикарный. Такой, который я хотела просто видеть. Не знаю, видно здесь или нет. Сейчас еще покажу со вспышкой. В общем, вот пока как-то так. Сейчас еще надену платье и, в принципе, все. Готова встречать новый 2024 год. Субтитры сделал DimaTorzok . . . Сейчас монтирую видео. Как раз я совсем забыла, что обещала показать вот эту пластинку. Это Людовика и Науди. Просто невероятной красоты и оформление самой пластинки. Я в полном восторге. Так, здесь пластинка. Тут вообще две пластинки. Это тоже не может не радовать. Прекрасный Людовико. Я вообще очень сильно люблю этого композитора. С этим альбомом не была знакома. Здесь только из известного. Думаю, все знают, кто знаком с творчеством Людовика и Науди. Эту композицию. Эту экспириенс. Но здесь, к сожалению, умудрились ее испортить. Это такой ремикс. И мне он, если честно, не очень зашел. А так, с остальными композициями тоже познакомилась. И, в принципе, мне все очень понравилось. Но особенное удовольствие эстетическое мне просто таки доставляет вот этот дизайн этого альбома. Очень красиво. Я его даже не убираю на полочку. Он у меня вот так вот украшает виниловый проигрыватель. Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Сегодня буду пробовать новую маску для волос. И хочу поделиться результатом. Это итальянская маска от Sona. С органовым маслом. Очень много слышала хвалебных отзывов в интернете на нее. Здесь снимают распаковки золотого яблока. У всех практически она есть. Хочу попробовать. Запах у нее такой ненавязчивый, не прям очень приятный, но пахнет медом с цветами. И так не сильно, в принципе. Будем пробовать. И потом поделюсь своим отзывом. Также в зимнее время я обязательно наношу кондиционер на волосы. У меня сейчас от L'Oreal. Вот такой. Вот такой. Для всей длины. По всей длине. Мне тоже он очень нравится. Почему пользуюсь кондиционером? Потому что обе из него волосы бушатся и электролизуются. С ним такого не происходит. Также покажу сейчас какой шампунь. Шампунь вот такой. У меня сейчас от Darling. Пробую первый раз его. То есть где-то сейчас будет, наверное, раз третий или четвертый. С ним буду мыть голову. В принципе, пока меня устраивает. Этот именно с пробиотиком и экстрактом имбиря. И также еще пользуюсь вот такой несмывашкой от EO. В принципе, не вижу разницы, что с ней, что без нее. Просто решила попробовать. И, в принципе, пока ей пользуюсь. И еще хочу показать свои новые зубные щетки. Я стала жертвой маркетинга. Уже много лет я пользовалась электрической зубной щеткой. Но сейчас все поголовно кричат про щетки Cura Prox. Поэтому я решила ее тоже себе прикупить. Взяла вот такую розовенькую. И еще взяла себе монобочковую щетку для того, чтобы еще лучше причищать области около десен. Именно десневой край у зубов. И также очень хорошо она чистит именно отдельно каждую жевательную поверхность. Что я могу сказать про нее? В принципе, мне она нравится. Но я думаю, что за более демократичную стоимость можно найти хороший аналог ее. Их сейчас очень много. Сейчас очень многие бренды выпускают с такой щетиной щетки. А так это вот самая правильная щетина. Такая она должна быть не большая, не длинная. И вот такая ровненькая. Вот. И отлично они в тандеме с монобочковой щеткой работают. И паста у меня сейчас от Prox. Такая мне очень она понравилась. Она с деликатным отбеливанием, но при этом она еще и для чувствительных зубов. У меня до этого некоторые зубы были очень чувствительные. И ей прям действительно после двух раз уже прошло. Я сейчас прям так активно вообще занимаюсь зубами. Где-то еще, наверное, с ноября месяца или с октября я начала их лечение. Хожу к стоматологу стабильно каждый месяц. И одна из целей на этот год вообще закрыть тему зубами. И их полностью долечить. И быть счастливой и здоровой. Сегодня суббота. Я сейчас сделаю все по уходу за лицом. Сделаю массаж небольшой для лица. Потом по моему волосу сделаю маску. Поработаю. У меня сегодня рабочий день. И сегодня вечером встречаюсь с моей сестрой. Будем обмениваться наконец-то рождественскими подарками. Я была первый раз. Где кайфую я? Из меня. Просто это... Вот такой завтрак у меня получился. Обязательно яйца. Сейчас вообще в последнее время ем их практически каждый день. Хотя до этого прям вообще их не любила какое-то время. У меня здесь куриная колбаска. Это, кстати, зеленая линия. По-моему, называется бренд. В перекрестке продается очень классная. Качественная такая продукция. Ничего там лишнего нету. Просто чисто вот такая курочка. Хлебушек пожаренный. Помидорки. Веточка петрушки. У меня кофеек. Это тарелка мужа. Здесь еще у него другая колбаска. Он такое любит. Паштет. Я тоже такое не люблю. Поэтому я этого не ем. И у него цикорий. Такая вот я сегодня славик-герл. Собралась. Сейчас поеду навстречу сестрой. Сходим с ней в новое заведение. У нас открылось не так давно. Пастерс называется. Итальянская кухня, соответственно. Там очень много. Большой выбор паст. Хочу очень сильно попробовать. Я потому что вообще любитель итальянской кухни. И заодно вот беру подарочек. Мы потому что еще не успели увидеться до Нового года. Либо после. Поэтому сейчас вот подарю свой новогодний подарок. Я сделала такой небольшой мини-адвент календарь на неделю. Там семь различных позиций. И не знаю, как она уже захочет сразу все открыть. Или по дням. А я собираюсь и выхожу в такой вот шутке. Первый раз, кстати, я надела. Сейчас посмотрим, тепло мне будет в ней или не очень. Так, сейчас распакую подарочек, который мне сестра подарила. Как обычно, безумно эстетично. Провижу продукты ее бренда. Так, это вот такая магниевая соль. Вот как раз таки хотела себе магниевую соль. Потому что это безумно приятно. Принимать с ней ванны. Они успокаивают. Они просто забирают весь стресс, который сзади накопился. Слышала уже очень большое количество классных отзывов. Поэтому обязательно буду пробовать. Тем более от бренда моей сестры. Потому что знаю, что здесь самые классные ингредиенты и компоненты. Вот такой крем. Это тоже ее бренд. Крем для рук. Крыточка. Крем для рук. только посмотрите какая красота я в восторге полнейшим от этих тарелок они большие такие вот с летним таким рисунком не безумно нравится уже представляю как буду украшать ими стол почему это именно мне в летних красках это все представляется еще с лимонами символ моего бренда лалоба поэтому для меня это особенно ценно очень красиво ну а я вообще очень рада то что начала вести и хоть в таком пока минимальном количестве соцсети я начала свой youtube канал я мечтал об этом всю свою сознательную жизнь и вот наконец-таки по 23 году я это исполнила почему-то впервые в следующем году хочу конечно же больше этому времени уделять более наверное отнестись к этому как-то серьезно и профессионально наконец-то купить себе новый уже микрофон вот и никого не бесить своим звуком плохим в том числе и себя тоже когда монтирую это видео вот поэтому как то так всем счастьем всем благополучия и до новых встреч дорогие друзья я